Добрый вечер! Мой гость, заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Коряков. Добрый вечер! Добрый вечер! Итак, что это за новый закон? Чем миллионники, чтобы зрители понимали, отличаются от других городов и почему нам нужны новые правила развития? Давайте вернемся немножко в историю. Лет на 15 назад, в 2004 году, 131 закон, и мы считаем, что это очень прогрессивно, наконец-то распределил понятие полномочий между всеми уровнями власти. Федеральная, субъектовая и муниципальная. И мы наконец понимаем, что мы должны выполнять. Вот это дали источники, время идет, все изменяется. В этот закон внесены изменения последние три года, которые дают право субъектам, законодательным образом, перенимать полномочия от муниципалитетов на свой уровень. И вот эта ситуация, она пошла очень жестко централизованно. У крупных городов такие полномочия забрали. Забрали и, по сути дела, потенциал развития городов стал резко уменьшаться. И вот вчера прошел круглый стол, куда привлечены были города крупные России, Поволжье, Урала, плюс небольшие города. Чтобы обсудить, какие же все-таки полномочия нужны крупным городам и городам, а какие полномочия все-таки можно бы определить на уровень субъекта и федерации. Я так понимаю, что приехали эксперты, чтобы всех послушать и понять, что же все-таки нужно и что же нужно Екатеринбургу. В качестве экспертов у нас выступала наука Челябинская, это университет, это институт экономики, это СИНХ и госуправление. А на сегодняшний день высказывались на круглом столе сами администрации городов о том, что же им надо. То есть, конечно, все сказали, что для развития городов, особенно крупных, вот мы говорим об агломерациях свыше 1 миллиона людей, им, конечно, нужны градостроительные полномочия, чтобы развиваться и понимать, в каком направлении. Второе, конечно, земельные вопросы, распоряжение землей, это один из основных источников доходов, который может развиваться в времени, и вопрос рекламы. Ну вот вы уже сказали про градостроительные полномочия, я знаю, что на круглом столе именно представители Екатеринбурга очень много об этом говорили. Скажите, почему так важно именно нашему городу вернуть себе или получить вот эти вот градостроительные полномочия? На сегодняшний день, чтобы у нас все документы, которые оформляются сегодня с точки зрения строительства, развития строительного комплекса, инфраструктуры, они готовятся, конечно, на местах, муниципалитетах. А само решение, оно сегодня передано субъекту. И вот этот вот разрыв между подготовкой документов и принятием решения, конечно, он утяжеляет этот процесс, но и есть некое непонимание, как же все-таки мы будем развиваться, потому что субъект принятия решения, он все-таки отвлеченный, он находится на верхнем уровне. Ну вот конкретная проблема, если вот у нас нет этих полномочий, с чем мы столкнулись, что, например, не построили из-за того, что вот эта сложная цепочка? Нет, такого не бывает. Все, что необходимо и что сегодня задумано, оно, конечно, строится. Удлиняется путь прохождения документов. Не все документы готовятся вовремя, не все решения, которые принимаются, они сегодня подкреплены документами. Возникает некое разнообразие решений, которые очень нервируют строительный комплекс. А как-то это отражается на результате или нет? Пока не отражается, но на сегодняшний день, чем сегодня занимается экономика и стратегия, они смотрят на несколько лет вперед. То есть 3-5 лет – это эффект привыкания, а вот через 10-20 мы уже получим результаты. Нам бы хотелось, чтобы они были положительные. Ну давайте, если о плохом, то какие могут быть отрицательные результаты? Нет, о плохом не надо об этом говорить. На сегодняшний день уже тех двух лет, которые сегодня работают в город вместе с областью, уже говорит о том, что мы понимаем, что надо договариваться, и губернатор на сегодняшний день проявляет свою волю о том, что создана такая рабочая группа, которая урегулировать должна эти взаимоотношения. И мы узнаем, ну во всяком случае, высказывания вслух первого лица Средовской области, что, конечно, наверное, все-таки более целесообразно вернуть бы эти полномочия городу. Не везде такой подход есть, поэтому города высказывались по этому поводу, что хотелось бы вот такого положительного эффекта, какой есть у города и Средовской области, достичь и им. А другие полномочия, которые нужно либо снова приобрести, либо изначально приобрести, которых у нас не было раньше никогда, есть ли такие полномочия, которые нам необходимы? Есть. Вот на сегодняшний день многие города высказывались о том, что полномочия в сфере здравоохранения они бы хотели вернуть, потому что все равно сегодня обслуживание населения и вопросы, которые возникают у людей, глава муниципальных образований, они к ним приходят, хотя функции здравоохранения переданы на уровень субъекта и федеральной структуры. Город Екатеринбург как раз отличается в положительную сторону. У нас все больницы остались муниципальными. Мы сегодня имеем одну из отраслей, которая находится в управлении муниципалитета. И все говорили, какой опыт положительный, отрицательный, как вы управляете вот этой инфраструктурой. И многие города говорят, мы бы хотели точно так же, как Екатеринбург, вернуть себе эти полномочия. Об этом говорят как города Средовского области, допустим, Нижний Тагил, Каменский Ураль, так и города крупные Уфа, Самара, Нижний Новгород, которые были на этом круглом столе. Ну, я не знаю, что касается Нижнего Новгорода, но в качестве Екатеринбурга у нас остро стоит проблема бюджетной обеспеченности. Потому что мы город-доноры, мы даем львиную долю, что в регион, что в федерацию. И как вы считаете, может быть, нам нужно еще и бюджет какой-то получить для реализации всех тех полномочий, которые нам дадут? Вот мы с вами начали очень интересные вопросы. В принципе, мы все высказывались о том, что подход к крупным городам, их всего лишь 18, должен быть особый. Это особый статус по полномочиям и это особый статус по доходным источникам. Приводились примеры других регионов, ну, того же Челябинска, что они в бюджет России отдают 300 миллиардов рублей, обратно получая, то есть, порядка 17-20 миллиардов. Мы на сегодняшний день генерируем около 500 миллиардов рублей, обратно в виде трансфертов мы получаем порядка 14 миллиардов. Конечно, хотелось бы на сегодняшний день, чтобы больше было городов-доноров. Мы являемся городов-донором одним, который остался на территории региона. Вот, чтобы больше было городов-доноров, тем самым возможности реализовать более лучшие условия для жизни жителей. Ну, вот пока мы единственный город-донор, и какая сфера, может, приведете пример, страдает из-за отсутствия вот того необходимого бюджета? Мы не можем на сегодняшний день сказать, вот прямо какая-то отрасль находится в зоне стагнации. Конечно, мы на сегодняшний день стараемся равномерно использовать все ресурсы. Один вопрос, который я на самом деле могу привести, то есть текущее содержание мы в полном объеме обеспечиваем, а вот бюджет инвестиций, бюджет капитального ремонта, он у нас все время сокращается. И если бы все-таки не вот такие крупные международные события, как чемпионат мира 2018 года, который привлек внимание к городу Екатеринбургу, к его инфраструктуре, конечно же, бюджет у нас сокращается инвестиций, и мы не можем себе позволить вложить их, допустим, в строительство не одной школы, а трех школ. Хотя и мы закончили программу по детским садикам, и сегодня все дети имеют места в детских садах, но и строятся новые объекты, и там необходим и социальный объект, детский садик, и школу, и клубы, и дома культуры, ну и, соответственно, дороги. Но, как я понимаю, для этого нужны какие-то программы субсидирования, а их сейчас пока нет, потому что не продаем. На сегодняшний день, понимаете, в чем дело, по крупным городам-миллионникам тенденция последних 10 лет о том, что все меньше собственных доходов и увеличиваются вышестоящие субсидии, субвенции, и они доходят от 37% до 60%, тем самым мы теряем свою самостоятельность, и мы становимся исполнителем субъектовых функций, которые на сегодняшний день, или федеральных функций, которые реализуются на уровне города. Нам бы хотелось иметь свои источники, так как сегодня, допустим, заключен, закреплен бюджетным кодексом налог на доходы физических лет 15%, а почему сделать 30%, хотя было в свое время лет 15-60, и тогда мы могли бы иметь свою инвест-программу, тогда мы могли начать строить метро, ну и, собственно говоря, не позволить себе более крупные проекты. Ну вот о более крупных проектах, о будущем нашего миллионника, это агломерации. Я знаю, что были разговоры о городах-спутниках, о том, чтобы наладить с ними диалог, какие сейчас принимаются решения или предлагаются решения? Я пришел к вам вот сегодня, и я ушел в совещание, где мы встречаемся с областью, с правительством области в лице Александра Геннадьевича Высокинского и с компанией Гипрогор, которая на сегодняшний день рассматривала агломерацию города Екатеринбурга и их предложения. Что бы они видели? Ну, первое, это убрать негативные эффекты от развития несанкционированных наших близлежащих городов, и в том числе города Екатеринбурга. Второе, они говорят о том, что необходимо создать единую транспортную инфраструктуру, которая позволит перемещаться достаточно комфортно и эффектно людям по вот этой большой территории. Третье, все-таки места приложения сил и работы жителей, населения, должны вот все-таки компактно размещаться не только в центре, но и по всей периферии. Ну и, конечно, экология. Зеленые массивы, то есть мы не должны с вами уменьшать зеленые насаждения, а наоборот их развивать и создавать комфортное проживание. Вообще вопрос очень интересный. Самое главное, чего сегодня опасаются города, наши спутники, о том, что город Екатеринбург станет во главе и забудет об интересах. Поэтому в этом отношении, конечно, для нас более интересная модель. И Александр Иванович Яков вчера сказал о том, что не надо бояться агломерации. Наверное, это должен быть некий кооператив. У каждого из участников кооператива есть свои функции и полномочия, и мы между собой договариваемся. Ну, будем надеяться, что мы все договоримся и заживем еще лучше, чем сейчас. Обязательно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это была программа «Послесловие». Доброго вечера.